Здравствуйте! Меня зовут Анастасия Петрова-Четинкая, и я приглашаю вас на второй международный женский форум Boss Woman, который состоится в Бишкеке 6 марта 2021 года. Я являюсь основательницей Четинкая Бренд Дизайн, агентство, которое занимается брендингом, маркетингом и дизайном, а также вхожу в состав правления торгово-промышленной палаты Аланьи и исполняю обязанности председателя Комитета по женскому предпринимательству. На форуме Boss Woman у вас будет уникальная возможность познакомиться с успешными женщинами-предпринимательницами, а также услышать их истории. Я расскажу вам о том, как можно вести бизнес в Турции, о том, какие инвестиционные проекты существуют, а также почему брендинг и маркетинг являются ключом к успешному бизнесу. Добро пожаловать в Бишкек и в прекрасную солнечную Аланию! Всем привет, дорогие друзья из солнечной Алании! Конец февраля, стоит просто потрясающая погода, а посмотрите, какие виды открываются с крепости! Дух захватывает! Действительно, красота невероятная! Сегодня мы с вами прогуляемся по красивым местам Алании, сегодня будет у нас такое прогулочное видео, и я вам немножко расскажу, покажу, что у нас происходит в феврале. В общем, сегодня будет только красивые кадры, только красивое видео. Для того, чтобы увидеть всю красоту Алании, не обязательно подниматься на самый верх крепости, а можно, например, подняться чуть выше Красной башни, и здесь вот находится вот такая потрясающая обзорная площадка. Конечно же, когда вы приезжаете в Аланию, обязательно поднимитесь наверх. Красной башни, оттуда открываются просто фантастические виды на город. Если говорить об Аланийской крепости, конечно же, очень много информации в источниках, в интернете, поэтому, кому интересно, подробная история, читайте. Но крепость, строительство крепости было начато в начале XIII века, и султан, под руководством султана Алайтины Кейкубата, из тех времен она стоит и охраняет город. Представляете, посмотрите, какая красота! История просто невероятная! Поэтому в Аланье, когда вы приезжаете в Аланию, старайтесь не просто подняться на самый верх крепости и посмотреть все традиционные достопримечательности, но обязательно прогуляйтесь по улочкам нижней крепости, именно по тем улочкам, которые ведут от Красной башни. Здесь всегда очень мало народу, здесь также потрясающие панорамные виды, можно сделать много красивых фотографий и просто-просто любоваться городом и бесконечным морским пейзажем. Ну и, конечно же, посетить традиционные турецкие дома, которые здесь находятся в большом количестве и многие из них отреставрированы, поэтому вы сможете увидеть всю красоту этих домов в первоначальном виде. Вот, например, один из таких домов. Вот, например, один из таких домов. Также еще один из домов был недавно отреставрирован. И далее, если подняться чуть выше, очень красивая улочка. Есть очень красивая улочка, вот как раз между вот этими вот домами. Если пройти чуть дальше, там красота невероятная. Есть небольшие ресторанчики, в которых, я надеюсь, в скором времени мы сможем с вами сидеть, пить турецкий чай и наслаждаться солнцем, морем и всей вот этой вот красотой. В крепости очень много разных помещений, скажем так, гротов, можно подняться наверх, можно спуститься, можно даже дойти до Терсани. Терсани – это тот район, где раньше строили корабли, и он находится практически под нами. И вот здесь один из таких проходов, который ведет в самый низ, как раз к Красной башне. Я очень люблю этот район, район Терсани, потому что он такой тихий, спокойный, и здесь всегда так уютно, красиво. Здесь настоящая Алания. Еще одна из очень, одна из самых прекрасных смотровых площадок на Аланию находится по дороге где-то посередине, с низу до вершины крепости. Так вот, эта смотровая площадка, она так немного скрыта, потому что, когда вы проезжаете по дороге, ее не видно, но сейчас, к сожалению, закрыта, но отсюда открывается просто невероятная панорама на Аланию. Вход сюда, конечно же, тоже бесплатный. Виден весь город, Красная башня посередине. В общем, вид просто потрясающий. И здесь, кстати, это место является очень популярным местом для свадебных фотографий. Посмотрите, какая невероятная атмосфера просто, просто. Ну, я же вам всегда говорю, что жить в Алании – это счастье, и жить в Алании – это сказка. Ну, посмотрите, разве это не сказка, разве это не красота? Даже когда все закрыто, друзья, это просто, просто здорово. И, кстати, многие меня спрашивали о том, что касается туристов. Туристы, приезжающие в Турцию, освобождаются от комендантского часа. Если вы турист, вы имеете право гулять, находиться на улице в часы комендантского часа, которые касаются только граждан и иностранцев, которые проживают в Турции с видом на жительство. Поэтому, если вы настоящий турист, не бойтесь, вы имеете право гулять, наслаждаться морем, солнцем, погодой и природой. И, кстати, есть большая вероятность того, это не проверенные слухи, не хочу никого обнадеживать, но говорят, что с 1 марта постепенно начнется послабление всех вот этих вот карантинных мер, и уже ближе к апрелю отменят и комендантские часы. Мы надеемся на это, и начнут открываться рестораны, кафе. В общем, сезон, жизнь наладится и будет течь в привычном нам русле. Поэтому будем надеяться, что к апрелю все будет уже открыто, и мы будем свободно гулять, отдыхать и наслаждаться Алани. В описании к видео оставлю ссылки на все эти смотровые площадки, поэтому обязательно берите себе на заметку и посещайте эти красивые места. Еще одна из самых потрясающих смотровых площадок – это вот эта вот площадка, которая находится совсем недалеко от той, которая была закрыта. И, друзья, я вам очень советую приезжать на вот эту вот именно смотровую площадку как днем, так и вечером, потому что вы увидите совершенно два разных города днем, когда голубое море, яркое солнце, все такое красочное и зеленое. А ночью вы увидите огни вечерней Алании, и это просто невероятно красиво. Поэтому, когда вы приезжаете в Аланию, обязательно приезжайте на эту смотровую площадку днем и вечером, ну и, конечно же, на террасу. Субтитры сделал DimaTorzok Ну и, конечно же, друзья, не забывайте о том, что в Алании всегда, где бы вы ни находились, можно наблюдать невероятно красивые, потрясающие закаты. Каждый день закат... И каждый закат отличается один от другого. Можно делать невероятно красивые фотографии и просто наблюдаться море, наслаждаться морем и заходящим солнцем. Сейчас мы уже находимся в районе оба, но, как я и сказала, где бы вы в Алании ни находились, обязательно выходите на пляж и и наслаждайтесь закатами и морем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Когда вы приезжаете в Аланию, обязательно наслаждайтесь не просто отдыхом в прямом понимании этого слова, быстренько всё успеть, попробовать, посетить все магазины, достопримечательности, а отдыхом в таком классическом понимании, отдыхом, когда вы приходите на пляж, даже вот таким вот вечером, и просто хотя бы полчаса сидите и наблюдаете море и вот эту вот всю красоту. Поэтому остановите момент. Всегда старайтесь останавливать момент и запоминать вот эти вот прекрасные секунды именно момента, потому что именно они останутся в вашей памяти навсегда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА